Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Стартует в Москве, далее города и весе. Но, в общем, конечно, нам нужны подробности. И именно поэтому у нас в гостях автор программы, мотивационный спикер-журналист Андрей Вульф. Андрей, добрый день. Здравствуйте, Саша. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, потому что очень такая штука серьезная, задуманная. Ваня, извините за слово «штука», если что. Ну так и есть. И, конечно, в связи с тем, что впереди грядут ваши поездки в различные города, целый год продлится это самое шоу и гастроли. В данном случае, кстати, гастроли уместно слово? Абсолютно. Да, вполне. То, конечно, хочется рассказать людям, и прежде всего, не скрою, и мне узнать. Итак, мотивационное шоу «Переизобретение». В день рождения автора программы стартует. В юбилей. Не просто так. Это правда. Все действительно? Все просчитано? Да, на самом деле. В принципе, могли провести этот в любой другой день, но я решил, что вот такую вот серьезную цифру в своей жизни я не хочу отметить за длинным юбилейным столом. Как-то уж обычно, стандартно. С тестами, подарками и прочее, прочее. Я такой придумал вызов для себя, так как я сам несколько лет тому назад кардинально изменил свою жизнь. В возрасте уже 47 лет я покинул корпоративный мир, где я много лет отработал топ-менеджером на самых разных позициях и ушел в новую для себя совершенно стезю, связанную с мотивационными программами, с семинарами, с обучающими программами, с преподавательской деятельностью, с журналистикой. Я вернулся где-то к истокам. И я решил, что когда, как ни в день своего юбилея, встретить это действительно на сцене, лицом к лицу с людьми в таком количестве. Первый раз я это делаю. При том, что я за последние два года проехал много раз по стране. Я провел более 300 различных семинаров, тренингов. Хочу даже несколько отверстий. Если что-то где-то ошибусь, вы поправляйте, пожалуйста. Мотивационные программы, трансформационные даже, жизнь после Олимпа, жизнь как портфолио, как превратить свои мечты в профессию. Чиновники тоже люди, мечты в команде или команда мечты и так далее и тому подобное. Их действительно много в интернете, названий ваших тренингов и семинаров. Да, это так и есть. Это совершенно разные программы. При этом они ориентированы на совершенно разную аудиторию. Есть программы специальные для молодежи, для студентов. Есть программы коммерческой направленности с бизнес-содержанием для крупных компаний, для корпораций. На этих программах мы деньги зарабатываем. Есть программы, на которых мы больше делимся тем, что есть у нас, то, что мы наработали. Вот в моем случае это практически 25-летний мой личный опыт работы на руководящих должностях в крупных компаниях, в крупных спортивных проектах, в политике, на государственной службе, в собственном бизнесе. Я посчитал, что моего опыта, помноженного на последние три года усиленного образования, посещения различных самых серьезных крупных обучающих и образовательных программ по всему миру, я использую в своей программе практически основные наработки всех лучших мировых мотивационных спикеров и людей, которые работают с эмоцией, с изменениями людей, с интеллектом, с другими технологиями, которые помогают совместить счастье и успех. Ведь что мы хотим на самом деле? Совместить счастье и успех. Конечно, все хотят и успех, и счастье. Что касается вот таких узконаправленных, скажем так, для какой-то конкретной аудитории мастер-классов, тренингов, да, здесь более-менее понятно, но шоу переизобретение, оно универсально получается? Абсолютно. Для России это совершенно новая история, при том, что у нас в стране есть большое количество людей, которые уже на сегодняшний день посещали такие программы. Это программы ведущих мировых лидеров в этой области, которые проходят по всему миру, и, например, там на семинарах гуру этого стиля Тони Робинса, который с 91-го года работает, является ярчайшей звездой американского и мирового шоу-бизнеса. Это, в принципе, элемент шоу-бизнеса, если говорить с точки зрения маркетинга, залов, потому что внешне это выглядит как рок-концерт. Огромное количество музыки, очень много физических активностей, упражнений, медитации, йога. С единственной разницей, спикер не поет, а говорит. То есть это, в принципе, такой стендап. Стендап, но не серия Камеди Клаба, не про хихиха-ха, хотя и смеха там тоже много. Это рассказ про жизнь, это какие-то конкретные случаи из жизни, это конкретные истории, это конкретные упражнения. Там есть тренинговые какие-то элементы, там есть элементы интерактива. Фактически это такой инверсивный театр, спектакль, где каждый участник программы является не зрителем, а является полноценным участником. Он может принять участие, он может выйти на сцену, он может рассказать какой-то свой случай, он может попробовать поработать в паре с таким же зрителем, участником программы. То есть по жанру это очень легко, по содержанию это очень серьезно. И для меня лично я могу сказать, я решился это делать только после того, как я сам побывал на многих таких программах, и это очень сильно изменило мою жизнь. И понял, как нельзя делать и что нужно делать. Сделал выводы. То есть на шоу переизобретения вправе пойти как студенты, так и крупные руководители и люди любых возрастов. Абсолютно, да. Ну понятно, что там с точки зрения идеологии, маркетинга, мы считаем какую-то нашу аудиторию основной, какой-то не основной. Но по сути это универсальная программа, где каждый найдет то, что ему нужно. Единственное, что это очень важный момент, это программа для тех людей, которые хотят что-то изменить в своей жизни. Для тех людей, которые всем абсолютно на 100% довольны. Да, и идут с мыслью, ну давай, удиви меня. Это будет бессмысленно, вот я сразу могу сказать, это бессмысленно выброшенные деньги и время. Человек должен почувствовать потребность в том, что он что-то должен изменить, что-то улучшить. Иногда это очень сложно дается, потому что мы ведь живем нашими привычками. Мы делаем то, что мы делали всегда. И иногда очень сложно что-то изменить. Механически, машинально очень много. Безусловно, нам хочется что-то сделать, нам не хватает энергии, нам не хватает сил, нам не хватает целеустремленности, мотивации. Это касается любых бытовых вещей. Это не обязательно какие-то глобальные вещи, связанные с новой работой, либо новым бизнесом, либо новой семьей. Это может быть вполне техническая задача, не знаю, там, начать заниматься спортом, или заняться своим питанием, или похудеть. В общем, заняться, да, тем же, чем тебе действительно хочется заниматься, или что тебе действительно необходимо. Нужно сейчас, в этот момент. В этот момент. В общем, перед тем, как принять для себя решение, стоит ли идти или нет на шоу «Переизобретение», нужно все-таки проанализировать, найти время, подумать о своей жизни, все ли устраивает, все ли хорошо. Если да, сидите ровно, радуйтесь. Да, да. Если что-то не то явное на работе, в настроении, в здоровье и так далее, то бегом. Абсолютно. Друзья, подробнее, конечно, про шоу «Переизобретение» с Андреем Вилфовым, с автором программы, мы говорим буквально через некоторое время. Сейчас предлагаю сделать короткую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. Программа продолжается, друзья. Мы с вами продолжаем узнавать подробности первого в России мотивационного шоу «Переизобретение», которое состоится 23 марта в Конгресс-центре Рео Ини Клихамова. А у нас в гостях автор программы, мотивационный спикер и журналист Андрей Вульф. Андрей, продолжаем. Ну, теперь, наверное, нужны подробности. Мы уже узнали, да, что абсолютно любой человек, которого что-то не устраивает в жизни, должен обязательно отправиться на это мотивационное шоу. Ну, а теперь, наверное, подробнее. Сколько времени понадобится из своего личного, так сказать, пространства жизни уделить этому мероприятию? Ну, вообще, программа идет целый день, и это самая короткая программа в жанре мотивационных шоу, потому что обычно такие мероприятия даже в формате семинаров проходят 2, 3 и 5 дней, ну, с небольшими перерывами на сон. В моем случае это 10-часовое нон-стоп-шоу, да, там будет маленький перерыв на обед, но, кстати, вот по моему опыту, когда я первый раз был на подобных программах, я иногда даже забывал про еду. Ну, это когда действительно ты, да, заинтересован и не нуждаешься абсолютно ни в каком питании. Вот, поэтому это полноценная программа, в которой нас ждет, прежде всего, осознание той точки жизни, в которой ты находишься на сегодняшний момент. Второй момент, это связано с определением твоих целей, чего бы ты хотел в жизни, в чем ты можешь преуспеть в самой большой степени, что тебе мешает сейчас преодоление каких-то текущих страхов, каких-то убеждений, которые ограничивают нас и не дают нам возможность реализовать наши мечты и в полном объеме. Затем будут практические упражнения с этим связаны, с построением твоей личной дорожной карты. Затем будут выступать гостевые спикеры, их около 10 человек. Это все ведущие предприниматели, артисты, радиоведущие, медиа-деятели, специалисты в области бизнес-тренингов, спортсмены профессиональные. Это такой мощный действительно состав, который поддерживает эту программу и рассказывает свои случаи, каким образом им удалось переизобрести собственную жизнь. Что такое переизобретение? Переизобретение – это стремление человека меняться, в том числе и менять сферу деятельности, направление деятельности, качество деятельности. То есть ты можешь всю жизнь заниматься чем-то, а на самом деле это совершенно не соответствует ни твоим возможностям, ни твоим способностям, ни твоим желаниям, самое главное. Я знаю огромное количество людей, которые действительно сильно страдают из-за того, что находятся на нелюбимой работе, общаются в нелюбимом коллективе. Это же изо дня в день, изо дня в день. Это страшно очень. Совершенно верно. Я хочу показать то, что есть другой путь, альтернативный. Показать на собственном опыте человека, который несколько раз кардинально все менял в своей жизни. В 90-е годы я занимался журналистикой, телевидением, радио, шоу-бизнесом. Это был мой собственный битв. Причем даже список радио, телеканалов там тоже очень приличный. Ну да. Затем я занялся политикой, я избрался в Думу, из Думы перешел на работу в правительство, работал одним из руководителей Министерства культуры, потом пошел в крупные компании, банковском бизнесе, девелопменты, потом пошел в проект Сочи-2014, где был вице-президентом по образованию, культуре и церемониям. Это все новые направления. И последние несколько лет вот в моей жизни появились семинары, образовательные программы, обучающие программы, мотивационные и так далее. Я не боялся менять. Ровно в тот момент, когда мне уже становилось неинтересно, когда я терял мотивацию, когда я терял фокус. Пристал получить удовольствие даже, да? Совершенно верно. И утром просыпаясь, думал, о, что-то мне не хочется идти сегодня. Да, да. Вот такие люди, где-то 80% тех людей, которые сейчас приходят на мои программы, на мои семинары по всей стране, и я надеюсь, что именно такие люди и придут на премьеру переизобретения, потому что это успешные люди, потому что неуспешный человек, он вообще не задумывается о том, что в его жизни что-то не так. Он просто куксится и сильно расстраивается. Еще бывает злиться. Очень сильная несправедливость в этом мире и так далее. Злиться окружающих, у него комплекс вины, при этом он винит и либо всех вокруг, либо себя самого, что тоже является деструктивным абсолютно. Я говорю о том, что самокопание ни к чему вообще хорошему не приводит, и очень важно быть позитивно настроенным и относиться совершенно по-другому к ошибкам, чем мы относимся. Почему мы боимся что-то пробовать? Потому что мы боимся ошибиться. Нам кажется, что если мы ошибемся, то произойдет что-то страшное, друзья. Что назад пути не будет уже. Я ошибался тысячу раз в своей жизни. Какая-то синичка в руках. Да, да. Мы все ошибаемся. И в нашей жизни ошибок значительно больше, чем побед. И мы... Наша идентичность заключается в том, как мы относимся к этим ошибкам. Если мы их воспринимаем как трагедию, если мы боимся совершить их вновь, если мы начинаем комплексовать по поводу того, как к этому относят окружающие, все, пиши, пропало. Либо мы это воспринимаем как опыт. Да, я попробовал, но не получилось. Послушайте, все красивые истории великих, богатых и знаменитых – это истории ошибок. Как человек не смог это сделать с первого раза, со второго и с третьего, а с четвертого у него получилось. Причем даже гениально. Слово «шоу» здесь принципиально в данном случае? Абсолютно. Я не пытаюсь делать то, чего я не умею делать. Это не сеансы нейролингвистического программирования, вполне модные сейчас. Это не набившие оскомину тренинги личностного роста, когда вам обещают волшебную таблетку, что вот ты вошел нищим и вышел миллионером, либо вошел больным и вышел здоровым. Поэтому невозможно мотивировать людей без их желания. Поэтому я говорю, что я мотивационный спикер, но реально каждый человек для себя мотивационный спикер. Все, что я могу, это дать осознание. Основная работа только на самим собой. Сто процентов. Переизобретение – это старт. Это возможность понять, что ты не один, посмотреть вокруг, это такой нетворкинг, понять свои проблемы, наметить свои цели. Поэтому, конечно же, ответственности с человека никто не снимает. В дальнейшем, после старта в Москве, шоу «Переизобретение» отправляется по городам России. Да? Там уже офиши есть? Не только России, но еще и ближнего зарубежья. Нет, у нас есть какие-то города, в которые мы понимаем, что мы точно приедем. Этот город где можно смотреть? После «Переизобретения» в течение месяца он появится на сайте «Переизобретения». Сейчас он находится в такой финальной стадии. Нам надо все-таки, сейчас мы полностью сконцентрированы на этой московской премьере, потому что мы делаем параллельно и онлайн-трансляцию, мы снимаем фильм, который нам сильно поможет для того, чтобы дальше продвинуть идею нашей программы, в том числе и по регионам. Но мы открыты каким-то предложением, мы понимаем, у нас есть где-то около 15 городов, которые уже находятся в нашем списке, но наша амбиция где-то порядка 50 городов в общей сложности. Это Россия и ближнее зарубежье, русскоязычное, где тоже нас ждут, где тоже нас хотят видеть, где тоже есть люди, которые говорят по-русски и хотят успеха и счастья. Что дальше будет? Вот такие планы есть долгосрочные? Шоу переизобретение обещает долго жить? Да, конечно. По крайней мере, год я точно обещаю именно для этой программы. После того, как мы сделаем тур, мы хотим провести еще одну большую программу в Москве, может быть, через год, может быть, через полтора, пока точно, я не очень понимаю. Может быть, это будет полноценная уже программа, такой семинар на несколько дней. Почему я говорю про шоу? Вы меня задали вопрос, а я про него забыл. Я заболтался. Потому что у нас жанр принципиально другой. Это не скучная деловая конференция. Это не история, когда выходит спикер, у него сзади экран, и он показывает слайды. Это действительно будет такой инновационный сплав жанров. Там будет и стендап, и истории живых людей, и большое количество приглашенных спикеров. Много физических активностей, которые будут проводить... То есть одежда должна быть удобная, друзья, если отправляйтесь. 100%. Ребята, на каблуках, особенно милые дамы, мы понимаем, что все хотят быть красивыми, но... Для других поводов. Для других поводов. Должна быть удобная одежда, да. Вот. Мы не ходим в конце программы по углям, как, например, это проходит в программе уже упомянутой мной Тони Робинса. Да, там в конце все люди... Для чего это делаете? Для того, чтобы себя преодолевать. Вот вы знаете, удивительная вещь. Это же кажется нам нереально... И чтобы ничего уже потом не было страшного в этой жизни. Совершенно. Вот после того, как я второй раз в жизни прошел по углям, я понял, что все мои текущие проблемы, это просто... Слушайте, я по углям хожу. Неужели я не смогу решить вот ту или иную задачу? Друзья, пожалуйста, не бросайте сейчас это повторить в домашних условиях. Не-не-не-не, невозможно. Да, здесь нужно как-то специально подготовиться к этому моменту, а нам нужно прерваться ненадолго, мы продолжим. Друзья, мы с вами продолжаем узнавать подробности мотивационного шоу «Переизобретение», которое стартует в Москве 23 марта. Конгресс-центр Рео имени Пелиханова. Андрей Вульф, автор программы сегодня у нас в гостях, мотивационный спикер и журналист. Ну, уже узнали очень много интересного, ну и в том числе поняли, что целый день нужно обязательно выделить для этого. Вначале потому, что в 10. Одежда удобная, нужно четко понимать, чего ты хочешь достигнуть, ну и, наверное, просто отключиться от всего потустороннего и поддаться вашему видению. Вы знаете, это очень важно. Даже не столько поддаться моему видению, а сколько поддаться своему видению. Ведь все, что я делаю, я служу зеркалом. Я помогаю человеку на секундочку остановиться и посмотреть на себя. Иногда мы очень боимся смотреть в зеркало, потому что мы боимся увидеть там человека, которого мы не знаем. Какие у него цели, какие у него задачи, как он изменился. И мы бежим, 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 у нас очень много бытовых каких-то проблем. И нам кажется, что мы делаем все время какие-то важные дела. На самом деле мы не делаем важные дела, мы делаем срочные дела. И поэтому от этого страдает и наша эффективность, и наше счастье, и наша успешность. Мы делаем кучу дел, которые, как кажется, можем не делать. И не можем не делать. И не делаем огромное количество дел, откладывая их каждый раз. Это самые важные вещи. Как правило, самые важные вещи мы всегда откладываем на потом, на другое время. Ну, в лучшем случае, с понедельника говорим. Да, абсолютно. С понедельника, после отпуска, с Нового года. Этих понедельников проходит просто огромное. Это значит никогда. Это значит никогда. И вот дать себе обещание действительно это сделать прямо сейчас, это очень важно. Многие люди могут это себе позволить. Я бы рекомендовал, прежде чем идти на программу, посмотреть, во-первых, на сайте переизобретения.ру. Там есть программа, там есть какие-то случаи, там есть какие-то истории. Ты будешь более готов к тому, что это такое. Да, что тебя ждет, конечно. Что тебя ждет. Там можно посмотреть состав выступающих. Те проблемы, та проблематика, те вопросы, которые могут возникать. Это абсолютно житейские вопросы, которые возникают в жизни практически всех людей. Не надо думать, что на такие программы ходят люди, там, не знаю, слабые или внушаемые, или зависимые. Как раз слабые, внушаемые или зависимые сидят тихо дома и боятся признаться себе в том, что у них все не окей. Это огромное мужество требуется для того, чтобы изменить свою жизнь. И рядом со мной, вот в этих программах, которые я посещал, когда хотел свою жизнь изменить, было огромное количество людей энергичных, способных, талантливых, но которые почувствовали что-то, что что-то пошло не так. Или перегорели на работе, или у них потерялась мотивация, или у них потерялся вкус жизни, или они расфокусировались. И есть ощущение того, что ты начинаешь свою мечту предавать. Как только ты начинаешь продавать свою мечту, она тебе отомстит. Я в своей жизни пытался реализовать все свои мечты. Они у меня были самые разные. Я каждый раз себя переизобретал в тот момент, когда мне было это необходимо. И это абсолютно не эксклюзивная история моя. Это то, что может делать каждый человек, и то, к чему я призываю, это просто к осознанности, понять, почему ты сейчас в этой точке, почему ты на этой работе, почему ты в этой семье, почему ты живешь в этом доме, почему ты общаешься с этими друзьями. Ты там оказался как? Тебя течением туда вынесло? Или это твой сознательный выбор? Если это твой сознательный выбор, иди и реализуй этот выбор. Даже если это условно карусель, когда каждый день одно и то же. Но если ты осознаешь себе, что ты каждый день в этой карусели, и тебе нравится эта карусель, я не призываю никого выскакивать из нее. Но если ты оказался в этой карусели неосознанно, если ты не понимаешь, почему ты на этом месте, вот в данный конкретный момент, может быть, год тому назад это было то, что тебе надо, а сейчас ты там просто по инерции. И тебе там не интересно, не кайфово, не любопытно, там ничего тебя не вдохновляет и не драйвит. Менять надо эту историю, пока не поздно. У нас одна жизнь. И самое важное, что есть у людей, это время. Все остальное, отношения, деньги, какие-то признаки там внешнего, вот этого успеха, про который мы говорим, успех, успех. А что такое успех? А для каждого это свое, наверное, все-таки. Для меня это мое внутреннее ощущение. Я давно перестал реагировать на то, как оцениваю со стороны окружающих людей. Сколько людей, столько и мнений. Чем больше человек делает, тем больше его будут критиковать. Ты должен быть готов к тому, что всегда будут люди, которым не нравится то, что ты делаешь, и не нравишься ты. Они имеют на это полное право. Но ты имеешь право на свою оценку себя. Ты знаешь себя лучше, чем тот человек, который говорит, что ты такой-то, либо такой-то. Даже если это твои близкие, возможно, они не хотят твоего развития. Надо быть готовым к тому, что если ты начинаешь что-то менять, возможно, тебя не будут поддерживать. Ни коллеги, ни родные, только уверенность в том, что действительно это тебе надо. Это твоя жизнь. Это твоя личная жизнь. И самым большим преступлением перед ней это будет прожить чужую жизнь, не свою. А ту, которую для тебя придумали еще в детстве. Родители, учителя, коллеги, друзья, социум. Живи своей жизнью. Ты должен жить так, как ты хочешь жить. То, что у тебя есть в голове. Ты должен реализовать свою миссию, свои ценности. Тогда ты можешь сказать, да, действительно, я прожил жизнь не зря. А то в последний момент, как придет время подводить итоги, тебе и в резюме-то записать будет нечего. Вы работаете очень много с известными политиками, там даже, не знаю, олимпийскими чемпионами, звездами шоу-бизнеса, артистами и так далее, и тому подобное. Мне вот любопытно. А что казалось бы у этих внешне для многих успешных людей, какие могут возникать проблемы? Ровно все те же самые, про которые я говорю. Единственное, что да, для них сложнее в этом публично признаться. Не всегда известные политики, звезды медиа и шоу-бизнеса, звезды спорта, крупные бизнесмены готовы публично говорить о том, что они работают над собой. Но при этом, поверьте мне, самые успешные всегда работают над собой. Приходит какой-то момент, потому что у меня из числа людей, которые ко мне приходят, очень много людей медийных и известных, и это не значит, что с ними что-то не так. С ними все так, они хотят развития, и они получают это развитие. И, собственно говоря, если говорить, опять-таки, про мировую практику, то ровно все то же самое. Все крупнейшие бизнесмены, звезды шоу, они обязательно работают над собой. Да, да, работают с коучами, работают на больших программах. Вот там, посещая, там, например, те же шоу Тони Робинса, я там встречал среди клиентов, там, не знаю, Опру Инфри. Опру Инфри, Ричарда Брэнсона, Билла Гейтса, Энтони Хопкинса, Сирену Уильямс. Это только те, кого я лично там видел. Это люди, которые инвестируют свое время, деньги в то, чтобы стать лучше. В то, чтобы попытаться изменить свою жизнь, улучшить ее, улучшить свои результаты, улучшить свои бизнес-показатели, улучшить свое самочувствие, здоровье, физическое состояние. И в конечном итоге счастье. Огромное количество тренеров, ведущих этих всевозможных форумов, коучей и так далее. И как за рубежом, так и у нас. А в чем успех? Как определить, действительно, кто лучше? По какому принципу это происходит? Да, хороший вопрос, Саша, вы задали. На самом деле, не знаю, правильно об этом говорить или нет, но очень много шарлатанов, правда, даже не столько шарлатанов, а тех людей, которые просто не обладают необходимым объемом опыта и знаний. Почему я решился на это? И я решился на это, в общем, в зрелом возрасте. Я эксплуатирую собственный опыт 25-летней работы в спорте, в бизнесе, в политике, в крупных компаниях, в культуре, в образовании, в шоу. Мне есть чем поделиться. То же самое относится и к большому количеству людей, у которых есть огромный какой-то личный опыт. И они этот личный опыт, свой собственный опыт перерабатывают и дарят, продают каким-то образом для людей. Но огромное количество есть людей, которые прочитали 2-3 книжки, выучили эти книжки и считают, что, собственно, они тоже могут быть коучами, бизнес-тренерами. Но мне всегда веселит человек, который рассказывает о том, как заработать миллиард долларов и приезжает на встречу с тобой на трамвае. Да, друзья, такое бывает. Конечно, здесь очень важно внимательно лучше все почитать о том человеке, к которому ты отправляешься, к которому собираешься довериться и потратить время на тот или иной семинар. Наверное, что главное, почитать отзывы в интернете, да, наверное, посмотреть, прислушаться к себе. Посмотреть, прочитать. К интуиции, к своей опять-таки. Биографию человека. Ну, у нас на самом деле есть реально люди, которые в высшей степени профессиональны в этом. Я с большим удовольствием хожу и на программы не только мировых каких-то специалистов, но и тех, кто говорят на русском языке и работают на нашем рынке. Я не стесняюсь. Например, я очень рекомендую сходить на программы, предположим, к Ицхаку Пентусевичу или к Ирине Хакамаде. У них огромный личный опыт, который они ретранслировали в те программы. И они сейчас выступают в качестве спикеров и очень успешно. Для меня это был очень полезный опыт. Но вы сделали лучше. Я не могу сказать. Я сделал свое. Я сделал свое. И это свое можно будет увидеть 23-го числа в конгресс-центре РЭО Ими Пеханова. Друзья, шоу «Переизобретение». Андрей Вульф у нас в гостях, автор программы. Оставайтесь с нами. У нас опять небольшая музыкальная пауза. И продолжим. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, первое в России. Мотивационное шоу «Переизобретение» 23-го марта в конгресс-центре РЭО Ими Пеханова. Андрей Вульф, автор программы. Мотивационный спикер, журналист у нас сегодня в гостях. Кстати, шоу «Переизобретение» может оказаться в любом городе, где бы вы сейчас нас ни смотрели, ни слушали. Афиша полная появится на сайте очень скоро. Ну и следите. В общем-то, там также за всеми новостями. Заодно поработайте. Попытайте хотя бы начать работать в этом направлении. Потому что это всегда очень важно. Продолжаем общаться с Андреем. И мне вот что интересно. Все-таки главная, основная задача. В вашей жизни войти к моменту, Андрей, вы стали с вами говорить, что вам необходимо было переизобрести себя. Что делали неоднократно, но в очередной раз что-то нужно было опять поработать над собой. Ну хорошо, ну справились, научились вы. Но оттуда появилось желание людям помогать, окружающим миру. Вот такие желания они берутся. Откуда? Да, вы знаете, я искал себя. Я понял, что вот в последний раз, три года тому назад, я испытал достаточно серьезный личностный кризис. И он совпал по времени с профессиональным кризисом. Я решил вернуться в бизнес после долгих лет работы сначала на госслужбе, потом в крупных проектах корпоративных. И мой первый бизнес-опыт был неудачный. Для человека, который привык к внешнему, к успеху, к победам, вложить практически все свои деньги в бизнес-проект и потерять, это был очень хороший сигнал. Это огромная встряска. Возможно, если бы этого не произошло, мне сложно было бы изменить свою жизнь. Но я почувствовал, что надо меняться. И начал думать, куда мне пойти, чем мне заниматься. Я составил вполне технологично список так называемой зоны стратегического успеха. Об этом мы будем говорить на программе. Для каждого человека это индивидуальная история. И среди вот этих занятий оказалась история, которая связана с публичными выступлениями. При этом я не очень понимал, в каком качестве эти публичные выступления могут быть интересны, полезны людям. И для меня лично, как это может стать моей новой ипостасью после менеджмента, политики и так далее. Я искал, возможно, это журналистика, возможно, это преподавание. Но все это было так или иначе много-много раз. И мы нашли вот этот новый формат. Я пошел специально, получил все необходимые международные сертификаты для того, чтобы это делать. Я съездил на наиболее важные, сложные программы. И я понял, что мне это интересно. Сначала для получения этих сертификатов мне нужна была просто практика. Как обычно бывает, какое-то количество часов, чтобы ты получил, это была там практика для коучинга и публичных выступлений. Я прошел эту практику, и я с удивлением обнаружил, что, во-первых, я получаю сумасшедшее удовольствие от этого процесса. И потом я вижу, что те люди, которые пришли ко мне за бесплатной практикой тогда, многие решили какие-то задачи и просят меня продолжить с ними заниматься. И в этот момент я задумался, подождите, если у меня это получается, если действительно это интересно и это востребовано, может быть, попытаться развить это в себе. Я не думал, что это будет моим основным занятием, как это сейчас стало. Так просто получилось. Я думал, что основным занятием будет у меня журналистика. Я буду по-прежнему работать на радио, телевидении, писать что-то. Я книжку написал. Поговорим, да, не обязательно. Но неожиданно объем вот этих вот заявок, желаний, заказов стал такой, что это стало все больше и больше. Не обращать на это внимание нельзя, конечно. Абсолютно. Я понял, что это востребует. Это надо людям. И когда я это понял, я начал это делать, не задумываясь, кстати говоря, в тот момент, про финансовую составляющую, не задумываясь. В какой-то момент я абсолютно уверен в том, что ты, если идешь за своей мечтой, если ты делаешь то, что у тебя получается, если ты делаешь то, что тебе нравится делать, то рано или поздно, говоря языком бизнеса, ты это монетизируешь. Вот так и произошло у меня. Где-то, наверное, через год. Год был очень тяжелый с финансовой точки зрения. То есть я только тратил деньги на образовательные, обучающие программы, у меня никакого не было дохода. При том, что я привык к определенному уровню за много лет. Высокая зарплата, большие гонорары. Тут вдруг раз, я все обрубил, и ничего нет. Это сложно. Это абсолютно такая зона дискомфорта, если говорить терминами психологии. Андрей, то, чем вы сейчас занимаетесь, тот путь, который вы для себя выбрали, он больше удовольствия вам приносит, чем те сферы деятельности, где вы трудились, и те, не знаю, посты, которые вы занимали высокие. Вы знаете, очень важный вопрос. Где твоя лодка и куда она плывет? Значит, в каждый момент времени, чем я занимался, я получал от этого абсолютное удовольствие. В тот момент, когда я перестаю получать от чего-то удовольствие, я начинаю задумываться о том, что надо что-то в моей жизни менять. Это совершенно нормально. То, что сегодня тебе нравится одно, ты чувствуешь одно, тебе хочется одного, завтра может быть совершенно другое. То же самое было и у меня. В какой-то момент мне хотелось ответственности, собственного бизнеса. В какой-то момент мне хотелось работать в команде и быть наемным работником. В какой-то момент мне захотелось фриланса. Это абсолютно нормально. Мы развиваемся. У нас есть право на много попыток. Это как в спорте. Ты не один раз прыгаешь. Минимум три даже есть в прыжках. И самое главное, у нас есть право на ошибку. Если вы даете себе право на ошибку, вы совершенно по-другому относитесь. Вы не боитесь этого делать. Вы понимаете, да, сейчас у меня не получилось. Но я приобрел необходимый опыт для того, чтобы делать это дальше. Для того, чтобы, может быть, чуть-чуть скорректировать и попробовать еще раз. С первого раза не получается практически ни у кого. Хочу еще какие-то моменты рассказать о вас. Для тех, кто... Я думаю, что это будет любопытно для наших зрителей и слушателей. Да, я послушаю. Да, ну, во-первых, Андрей является выпускником исторического факультета МГУ. А на сегодняшний день уже советником декана исторического факультета МГУ. Что вы там советуете, Андрей? Вопрос простой. Очень просто. Мы помогаем делать какие-то открытые, как раз большие программы для Alma Mater. Для меня это общественная, естественно, нагрузка. Я состою и в попечительском совете родного факультета, и в эндаумент-фонде. И помогаю немножко не только своими выступлениями, но и с финансовой точки зрения. Для меня это очень важно, потому что ИСТФАК сформировал меня во многом как личность, как профессионала. Это был как раз период перестройки. Это было особенно важно и актуально. Он был всегда таким вот передовым факультетом. Таким он на сегодняшний день и остался. Есть у нас еще одна тема для разговора. Это выход книги Андрея Вульфа. «Исповедь дивергента с закулисами большой политики и большого спорта». Давайте про книжку расскажем. Да, вот так вот она вот выглядит. Пока это сигнальный экземпляр только. С апреля она будет во всех книжных магазинах страны. Я уже вижу ограничение возрастное 18+. Да, есть такое ограничение. Связано оно с некоторыми терминами, скажем так, которые используются. Это что вы, можно разве кого-то сейчас удивить какими-то терминами? Ну, формально мы в случае использования каких-то бранных слов, мы должны это сделать. А там такие словечки в небольшом количестве, но все-таки проскальзывают. Вы их употребляете для чего-то? Это честная книга. Это честная книга, где я рассказываю про 15 лет своей жизни с 2000 по 2015 год. И это посвящено... Автобиография, можно так назвать? Скорее так, портрет на фоне эпохи. Я рассказываю про те события, в которых мне довелось участвовать в период работы в Думе, в правительстве и в оргкомитете Сочи-2014. И так как для меня эта книга — это не повод создать какой-то шум, скандал или хайп, это просто повод честно рассказать про те события, про тех людей, поблагодарить тех людей, которые помогали мне в жизни, которые мешали мне в жизни. А есть ли среди героев вашей книги те, которые обидятся? Возможно, но вот у меня нет цели кого-то обидеть и нет цели кого-то, условно говоря... Испортить жизнь кому-то или еще что-то, чернить. Совершенно. Вот. Мне очень важно... Я открываю новую эпоху в своей жизни, я открыл ее уже. Для того, чтобы открыть новую дверь, надо закрыть предыдущую. Вот чтобы у меня вот эта обратная тяга меня не тащила, я хочу сказать всем спасибо и своим врагам, и своим друзьям, и тем людям. Я счастливый человек. Я благодаря своей работе, я видел и общался и дружил с огромным количеством интереснейших, замечательных, самых разных, известных и неизвестных людей, которые создавали историю эпохи, историю нашей страны. Я пытаюсь уйти от каких-то оценочных суждений, я просто рассказываю события, я называю вещи, как они были. Я не говорю о том, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Я рассказываю, как это все было на самом деле. Ну, со своей точки зрения. Со своей точки зрения тогдашней и со своей точки зрения сегодняшней. Оно очень сильно изменилось. Потому что в тот момент у меня были как раз и обиды, и разочарования, и непонимания. Ничего этого нет сегодня. Сегодня у меня есть только осознание и благодарность. Это очень важно. Отпустить те события, в которых у тебя был негатив. Попытаться себя от своего прошлого, от своего опыта отделить. Не быть заложником ваших ошибок и ваших обид. Не тащить в будущее всю ту гадость, которая мешает нам жить. Вечно прокручивая в голове одни и те же пластинки, заезженные, переигрываясь. А вот я бы тогда бы ответил по-другому. А вот тогда мне надо было. Все, расслабьтесь. Друзья, это прошло. Не думайте о прошлом. Думайте о настоящем и планируйте будущее. Слушайте, Андрей, ну, лучшая реклама, чем вот ваше сейчас выступление, конечно, даже и не придумать. Она и не нужна. Это шоу «Перезобретение», друзья. Первое в России мотивационное шоу, автор программы Андрей Вульф. 23 марта. Распланируйте, пожалуйста, если не сможете 23 марта в Москве оказаться в университете имени Плеханова, то придется отправляться вам в другой город. Но благо все равно возможность будет посетить шоу «Перезобретение». Тогда мы идем к вам, как говорится. Да, у нас буквально 30 секунд ваше, Андрееве, приглашение. Может быть, еще раз всех, кто должен идти. Безусловно. Прежде всего, большое спасибо, Саша, за замечательную беседу. Было очень интересно, было очень приятно. Я пользуюсь случаем. Еще раз хочу пригласить. 23 марта с 10 часов утра на новое для России мотивационное шоу «Перезобретение», которое пройдет в конгресс-центре Рео Плеханова. Все детали, все заказы на сайте переизобретение.ру. Спасибо, Андрей Вульф. Программа «Лучшая страна». Спасибо, Андрей, большое. До встречи. Будем рады вам. Очень. До встречи.